Приветствую вас, и первое, что нужно сказать, это то, что я очень хорошо вас понимаю, понимаю, чего вы хотите, понимаю, чем вызвана ваша реакция такая. Я могу понять, почему вы испытываете непонимание, негатив, почему вы испытываете фрустрацию, когда не получаете того, чего хотите. И очень хорошо и правильно, что вы сами не спешите делать какие-то выводы. Очень хорошо, что вы обратились к нам, потому что мы постараемся указать вам на решениях проблем. Во-первых, скажу так, я разделю то, что вам нужно делать на несколько направлений, чтобы вам было проще, значит, выстраивать свою линию поведения. Ну, во-первых, первая линия поведения, первое направление заключается в том, что определить, что это, собственно говоря, случилось с вашей девушкой. И случилась с ней на самом деле очень банальная вещь. Она испытывает то же самое, что испытываете вы. То же самое, банальный недостаток внимания с вашей стороны, тепла, нежности, может быть, любви, и она не чувствует, что она для вас на первом месте. То, что у вас очень долго не бывает дома, то, что вы видите средка, не дает ей ощущения, что она любима вам. Не дает ей ощущения, что она для вас самая-самая главная в жизни. И, и представьте себе, что вот она хочет, аааа, чтобы этот с ней был мужчин, мужчина, ааа, мужчина сильный, мужчина активный, мужчина удовлетворяющий все их желания, потребности. А вы приходите уставший, и ничего этого ей не дает. А вы для этого требуете еще чего-то от нее. И, естественно, и вас, ааа, я не обвиняю. Нельзя требовать, ааа, чтобы вы давали что-то, ааа, сверх, вот, того, что вы можете дать. Но, то, что вы, того, что вы даете, девочке не хватает. И она, не чувствуя от вас обратной связи, не чувствуя ваши реакции на нее, в той степени, в которой ей она нужна, она, по сути дела, ну, ведет себя именно так. Отстранен. Наобратно, чувствуя, что вы приходите к ней весь слабый, забитый, вставший, а ей самой что-то нужно, а вы ей это не даете. и в итоге начинает копиться обид. Но она не может вам сказать, что, ну, предъявить какую-то конкретную претензию, она не может, потому что формально вы ни в чем не виноваты. Но, формально, не виновата и она, потому что, ее поведение, для нее, это следствие того, что, она не удовлетворена. Соответственно, в этой ситуации, вам, для спасения отношений, если вы хотите, сохранить, эту девочку, рядом с собой, если вы хотите, не хотите, чтобы она от вас ушла, вам эта ситуация, наверное, что-то менять, менять самому. И, в первую очередь, наверное, меньше уделять времени, внимания и сил, тому, что вы делаете обычно, и больше, уделять внимания, собственно, ей, собственно, делать для нее, какие-то вещи, сюрпризы, подарки, какие-то неожиданные моменты, чтобы она почувствовала, что вы ее любите, что вы ее нуждаетесь, вы ее дорожите, и вы хотите быть с ней. Когда она это почувствует, то, соответственно, при наличии чувств к вам, она начнет вам что-то отдавать. Но, вот, поскольку вы сказали, что с недавнего времени, с определенных пор, она так себя ведет, а там, жаль, что какое-то время, она вам представляла, то, что вы ее нуждаете, но потом попросту устала, то есть в ней нет своих собственных ресурсов больше. И обвинять ее в этом, в этом, естественно, нельзя, потому что у каждого человека свой ресурс, и каждый может дать столько, сколько он может, и больше, и не меньше, это тоже нужно понимать очень хорошо. Это, собственно говоря, наверное, первый момент. Второй момент. ненойно не разговаривает на этот темп. То есть, вот, каждое уяснение отношений в вашей ситуации приведет к еще большему отчуждению, еще большему отдалению, и таким образом вы ее можете окончательно потерять. Лучше принимать пока, что то, что она вам дает, лучше будьте благодарны ей за то, что она с вами рядом, хотя бы просто, и пытайтесь все-таки сделать то, о чем я говорил, о чем я говорил вот непосредственно перед этим. И тогда у вас есть все шансы для того, чтобы сохранить отношения и улучшить их. То есть, вам не нужно работать на игнот, нужно просто пересмотреть некоторые аспекты вашей деятельности, чтобы выбрать время для того, чтобы больше уделять внимание именно девушке. Вот. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. А если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим, буду вам благодарен. Субтитры сделал DimaTorzok